В районах размещения группировок противника в течение ночи продолжались операции по рассветке и огневому поражению. Все атаки азербайджанской стороны были пресечены, противнику не удалось продвинуться и занять какие-либо позиции. Армия обороны нанесла точечные удары по перегруппирующимся подразделениям противника. Была уничтожена автомашина противника, загруженная боеприпасами. Распределение сил по всем направлениям линии фронта осталось неизменным. Подразделения армии обороны вели успешные бои на северо-восточном, южном и юго-восточном направлениях. Наши войска подбили также один вражеский танк, одну боевую машину пехоты и пять беспилотных летающих аппаратов. Утром по этим направлениям возобновились боевые действия. Ночью также противнику не удалось добиться позиционных успехов. Подразделения армии обороны надёжно держат линию и готовы пресечь и подавить любые действия противника. Армия обороны сообщила, что противник продолжил открывать огонь не только в направлении оборонительных позиций, но и на мирные населённые пункты и гражданские инфраструктуры. Вражеские силы применили также запрещённое Женевскими конвенциями оружие, содержащее химические элементы – белый фосфор. Применяя такое оружие, противник в очередной раз доказывает, что ему плевать на международное гуманитарное право с законом войны и даже обычные права. Оперативно-стратегическая обстановка находится под контролем подразделений армии обороны. Утром противник открыл огонь в направлении Степанакерта. Мишенью снова стали гражданские инфраструктуры. Об этом сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха. Вскоре после договорённости о прекращении огня, достигнутой 30 октября в ходе встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, столица Арцаха снова просыпается от звуков ракет противника. В семь часов утра в городе послышались взрывы. В этот же момент сработал сигнал воздушной тревоги. На этот раз мишенью противника стал центральный рынок Степанакерта. Была разрушена часть инфраструктуры общественного назначения. В результате мирному населению был нанесён огромный материальный ущерб. Из-за следующего взрыва был разрушен жилой дом. Частично пострадали соседние квартиры. По предварительным данным, жертв нет. Ночью обстановка в столице и регионах была относительно спокойной.